Добрый день! Хочу рассказать, как я решил проблему с глохнущим на светофоре двигателем. Проблема проявлялась следующим образом. Когда завёл машину, прогрел и начинаешь стартовать, либо выезд из двора, либо на светофоре после того, как постоял в ожидании зелёного сигнала, машина дых-дых-дых и как бы задыхается, глохнет. Потом заводишь и едешь вроде бы без проблем. То есть проблема носила именно такой характер. Сделали все рекомендации, которые были в интернете, об этом расскажу чуть позже. На самом деле, какая проблема, в чём её причина оказалась, это выяснили только через год на очередном техническом обслуживании. Проблема реальная была в том, что была дырка в гофре глушителя. Которая расположена под двигателем. Она за 10 лет на моей Opel Corsi износилась. И появился даже небольшой шум. Но мы, так как он появлялся постепенно, мы к нему привыкли. И самому эту неисправность сложно обнаружить, потому что нужно поднимать на подъёмный двигатель, рассматривать, как она там отходит, где там трещина в этой гофре. Но вообще это расходный элемент. Соответственно, как это работало, эта неисправность? В эту дырку в гофре поступал кислород. И когда ты стоишь, то газы усиленно не поступают в канал, в трубу глушителя. И немножко подсасывается кислород. Датчик лямбда-зонд, который расположен после этой гофры, он определял небольшое содержание кислорода. Соответственно, он давал сигнал на дроссельную заслонку, для того, чтобы её слегка перекрыть. Доступ к кислороду. Потому что, ну, как бы избыток кислорода не догорает, типа считал блок управления двигателем, поэтому нужно кислород перекрыть. Соответственно, из-за этого двигатель задыхался и глох. Вот. Собственно, как мы решили эту проблему? Мы купили новую гофру. Примерно там за 900 рублей. Хорошая, трёхслойная. Её старую гофру в гараже нам за полторы тысячи срезали. И приварили новую. Вот. Ну, в официальных сервисах, таких более красивых, всё это стоит там примерно 9 тысяч, мне называли, цену. Вот. Теперь о других возможных причинах, которые вы, скорее всего, прочтёте в интернете, но которые в случае с OpelCore не были основными. И основной, как я уже только что сказал, была именно дырка в гофре глушителя. Что я до этого только не делал. Я, естественно, сразу там поменял масло в моторе, поменял воздушный фильтр, естественно, поменял масляный фильтр при замене масла, почистил дроссельную заслонку, потом почитал, почистил, клапан EGR. Вот. Уже поменял прокладку блока цилиндров, вот, чтобы вдруг там что-то проблем было. И даже за тысячу, за восемь поменял бензонасос с встроенным в него топливным фильтром. Вот. То есть, сделал абсолютно всё. Не говоря уже про переход на более дорогой бензин с присадками. И даже добавлял в бензин и присадки для удаления воды. И так далее. Повышение октанового числа. Вот. Что я только не делал. То есть, столько времени на форумах прочитал. А причина оказалась простой в том, что была дырка в глушителе. Её можно было обнаружить только когда поднимешь на подъёмник автомобиль. И, ну, потрогаешь опытным экспериментальным путём. Это определилось. Только через год. Вот. Большое спасибо вам за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вот. Подписывайтесь. У меня есть ещё другие видео о том, как проводить техническое обслуживание, ремонт автомобиля. Спасибо большое за внимание.